Всем привет! Вы смотрите хорошие новости на телеканале Арктик ТВ в студии Елена Галямина. В Китае представили пояс, который надувается во время падения. Он становится своеобразной подушкой безопасности и может защитить пожилых людей от травм. Этот чудо-пояс защитит пожилых людей во время падения и поможет избежать травм, в частности, перелома шейки бедра. Устройство разработала китайская компания с офисом в Шанхае. Оно крепится на поясе и раскрывается, подобно подушке безопасности, в автомобиле. Но разработчики говорят, что устройство более интеллектуальное. Скорость и угол падения человека определяет микрогироскоп, а раскрывается пояс благодаря сигналу микропроцессора. «Есть две главные проблемы. Во-первых, как определить позу пожилого человека в режиме реального времени и как определить момент, когда он вот-вот упадёт. Подушка безопасности должна раскрыться до того, как произойдёт падение, чтобы человека можно было защитить. Во-вторых, как раскрыть подушку безопасности за 0,18 секунды». Согласно статистике компании, человек падает на землю за 0,3 секунды. Ранее компания производила подушки безопасности для автомобилей. А несколько лет назад занялась разработкой интеллектуального пояса. Как ожидается, это изобретение будет пользоваться немалым спросом. В 2018 году темпы роста населения в Китае продолжили замедляться. То есть число пенсионеров растёт, а работающих граждан становится всё меньше. «По нашим подсчётам, в Китае по сравнению с другими странами проживает больше всего пожилых людей. Их около 200 миллионов. И если мы охватим около 5% рынка, то это составит почти 10 миллионов человек. То есть для нас это довольно большая доля рынка». Пояс поступит в продажу в ближайшее время. «Стоить он будет примерно 570 долларов США». В больницах австралийского штата Тасмания внедряют уникальную программу, которая позволяет пациентам наслаждаться искусством и музыкой. Это значительно улучшает их психологическое и даже физическое состояние. Марион Хейс провела в больнице австралийского штата Тасмания дольше, чем предполагала. «Я три с половиной месяца либо лежала в кровати, либо сидела в этом кресле. Не очень весело». Но визит гитариста Уилла Парселла кардинально меняет день. Уилл – участник программы терапии с помощью искусства и музыки, которую внедряют в больницах штата. Пациенты сами заказывают, какие песни хотят послушать. «Мне важно спеть им то, что они хотят услышать, что для них знакомо». Благодарность зрителей гарантирована в 100% случаев. «Я не сижу и не думаю о себе. Мысли заняты чем-то другим, а музыка – это то, что я люблю. Сложно даже описать, как она воодушевляет». Но такие визиты не просто вдохновляют. Врачи заметили, что они благотворно сказываются на физическом состоянии больных. «Люди, которые уже не могут говорить, очень хорошо реагируют на музыку и пытаются подпевать. Их родные просто в восторге». Кроме того, пациентов навещают художники. Они слушают их рассказы о жизни, а потом создают картины. «Думаю, они ощущают себя особенными, а не просто очередными пациентами в палате. То есть мы на самом деле интересуемся их жизнью». Программа началась с одной палаты, а теперь распространилась на всю Тасманию. «Мы теперь фокусируемся на личности. Мы видим человека, а не его болезнь. И это также касается их родственников». Вскоре программу начнут внедрять и в других штатах Австралии. Стимуляция мозга помогает людям с болезнью Альцгеймера ослабить симптомы. К такому выводу пришли разработчики из Великобритании. Они создали интерактивные столы, а также предлагают играть в пинг-понг. Этот стол сделан специально для людей с поздней стадии болезни Альцгеймера – самой распространённой формой деменции. Движение фиксируется с помощью инфракрасного излучения. Разработка принадлежит британской компании OM Interactive. Её сотрудники уверены, что стимулирование мозга помогает людям с деменцией жить более независимо и дольше оставаться активными и работоспособными. «Очевидно, что музыка стимулирует префронтальную кору. Однако также происходят физические и психологические стимулы. Мы знаем, что когда человек взаимодействует с чем-то визуально ярким и тактильным, то это позволяет ему сохранять независимость. Конечно, повернуть вспять ход деменции мы не можем, но можем улучшить качество жизни и поддерживать активность мозга». Все разработки представили на выставке в Лондоне. Это устройство называется «корубка памяти». В неё можно класть предметы и вносить в её память звуки, которые с ними связаны. Также можно записывать любимую музыку. «Вы заполняете коробку предметами и приклеиваете к ним датчики с технологией радиочастотной идентификации. То есть каждый предмет можно активировать. Коробка их распознаёт. Система воспроизводит звуки. То есть очень легко связывать предметы с определённой музыкой». А фонд БАД предлагает людям с болезнью Альцгеймера играть в пинг-понг. Как выяснилось, 20 минут игры активирует пять участков головного мозга. «Это эффективно и быстро. Невролог из США сравнил пинг-понг с шахматами на стероидах. Он помогает открыть мозг». Наконец, одна компания предлагает посочувствовать людям со старческим слабоумием. Для этого она придумала услугу «Виртуальная деменция». В небольшом помещении можно понять, как чувствуют себя люди с болезнью Альцгеймера. Юная жительница Польши родилась без кисти и предплечья, но смогла осуществить мечту – ремонтировать автомобили. В этом ей помог особенный протез, который сделали её одногруппники – студенты техникума. Чинить автомобили для юной польки Кинги Вавра – любимое занятие. Но ещё недавно оно было почти недостижимо. У девушки с рождения нет кисти и предплечья правой руки. Помогли Кинги и её одногруппники, с которыми она учится в техникуме. Студенты использовали разработки фонда «Инэйбл», который находится в открытом доступе. На их основе они напечатали на 3D-принтере лёгкий протез. «Мои одногруппники показали мне, как стоять, а потом я уже сама начала пробовать». Студенты снабдили искусственную руку магнитами, чтобы девушке было проще управляться свинтиками и другими металлическими деталями. Благодаря протезу Кинга уже сдала экзамен, причём без посторонней помощи. Но самое главное – она стала увереннее в себе. «Раньше я боялась, как люди меня воспримут, как отнесутся, как будут смотреть. Когда на улице они смотрели на мою руку, мне было больно. Теперь я выхожу с протезом и специально показываю его, чтобы все видели, что я особенная». За девушку радуется и мама. «Теперь моя дочь улыбается, она счастлива. И благодаря этим замечательным ребятам и учителям её мечта исполнится». Кинга надеется, что в будущем протезы станут ещё совершеннее. И, возможно, она сама поможет их улучшить. В Германии школьники-подростки помогают ученикам младших классов справляться со стрессом, вызванным мессенджерами. Они также объясняют, как правильно реагировать на послания с сомнительным содержанием. В Германии две трети детей к 11 годам обзаводятся смартфонами. И обилие входящих сообщений у многих вызывает информационный стресс. В городе Эссен запустили проект, который должен помочь детям избежать психологического расстройства. Обучение проводят старшеклассники. «Я часто получаю тысячу сообщений в день, которые приходят в чат нашего класса. И, конечно, это меня беспокоит». Ещё одна проблема – новый вид хулиганства – киберзапугивание. «Думаю, самое важное в решении проблемы киберзапугивания – быть против него. Думаю, это не хорошее дело, это вовсе не смешно. Надо серьёзно об этом говорить». Старшеклассников, которые обучают младших школьников, называют медиаскаутами. Перед участием в проекте они сами прошли обучение и теперь делятся знаниями и собственным опытом. «Мы с ними на одной волне. Мы тоже школьники и можем построить дружеские отношения. Это способствует обучению, потому что это вдохновляет их ещё больше». Медиаскауты объясняют, что не нужно читать фальшивые новости. Пересылать сообщения с сомнительным или вредным содержанием и рассылать неудачные фотографии своих друзей. Они также рассказывают, как защититься от сообщений с запугиванием и не позволять мессенджерам мешать нормальной жизни. «Сейчас средства массовой информации занимают центральное место в повседневной жизни школьников. Мы используем проект медиаскаута, чтобы пообщаться со школьниками, расспросить их о жизни, рассказать, почему надо отдыхать от смартфонов. Советы от равных тебе всегда эффективнее». В программе медиаскауты участвуют тысяча школьников, а обучают их 32 старшеклассника. У многих южносуданских подростков-беженцев, живущих в Уганде, нет даже возможности учиться в школе. Но местные международные спортивные организации решили дать им шанс найти своё место в жизни. Для ребят провели трёхдневные футбольные тренировки и обучали их спортсмены из Италии. Южносуданский подросток Патри Камбо разогревается и идёт на поле играть в футбол. Тренировки проходят в угандийском городе Аруа. Их организовали специально для подростков-беженцев из Южного Судана. А занимаются с ребятами тренеры итальянского клуба «Сампдория». «Когда я играю в футбол, я счастлив. Я чувствую себя важным членом общества и могу делиться своими идеями с другими». Большинство беженцев из Южного Судана несовершеннолетние. Некоторые пытаются получить образование, учащиеся в плохо оборудованных помещениях. Но половина молодёжи просто не ходит в школу. Международные и угандийские спортивные организации решили провести для мальчишек трёхдневные футбольные тренировки. В них участвуют 64 молодых игрока. «Наша цель в том, чтобы ребята потренировались три дня, после чего смогли бы сказать, что, возможно, станут профессиональными футболистами». У мальчишек не хватает спортивной обуви, купить футбольный мяч – тоже проблема. Итальянские тренеры говорят, что и поле здесь не лучшее, но зато игроки хорошие. «У них сердца очень большие. Они хотят играть, и нам очень приятно видеть их страсть к футболу». Эти тренировки – начало трёхлетней программы спортивного образования для беженцев и угандийцев. «Когда взрослые увидят, что дети вместе, то и сами объединятся. Единственный путь к миру – собрать детей вместе». После тренировок прошёл небольшой турнир между четырьмя командами из разных поселений беженцев. Команда Патрика забила первый гол на соревнованиях, но в итоге заняла последнее место. Однако парень всё равно счастлив. «На поле я был одним из самых юных, но играя, чувствовал себя большим. Мне казалось, что на этом поле я звезда». Для жителей одного из самых опасных районов Сан-Паулу появилось отрада – занятие йогой. Их проводят на крыше, причём бесплатно. Давайте посмотрим. Капао-Ридондо – фавелы в Сан-Паулу. Этот район – один из самых опасных в городе. Однако раз в неделю на крыше одного из домов образуется уголок спокойствия и умиротворения. Здесь занимаются йогой. «После занятий я всегда ощущаю, как будто мне становится легче дышать». Занятия бесплатные и длятся по три часа. Их добровольно проводит 56-летний инструктор София. «Как-то раз меня спросили, преподаю ли я в фавелах. Я ответила, ой, а разве ещё нет? Так я начну. Так что всё организовалось очень естественно. Я и не думала, что йогу здесь встретят так тепло. Думала, что желающих будет меньше». Теперь на занятия собираются около 30 человек. «Раньше мне казалось, что йога – это только для богатых. Но теперь я знаю, что она для всех. Для всех, кто хочет учиться, действовать, иметь на это время. Йога замечательная». «Каждый день я получаю два-три новых отзыва о занятиях. Каждый день это радует. Это и есть плата, которая мне нужна». Считается, что регулярные занятия такими духовно-физическими практиками, как индийская йога и китайский цигун, нормализуют кровяное давление, улучшают подвижность и гибкость, а также качество сна. Австралийский исследователь изобрёл устройство, которое позволяет собирать пчелиный яд, не вредя насекомым. Пчеловоды-любители надеются, что благодаря изобретению смогут повысить свои доходы. На пасеке в Голдкосте австралиец Джеймс Уоттс объясняет пчеловоду, как пользоваться новым устройством для сбора пчелиного яда. Этот аппарат – его недавнее изобретение. Оно позволяет добывать яд, не вредя пчёлам. «Современные способы сбора яда разрушительные». Изобретатель говорит, что электрические рамки, которые размещают в ульях, часто убивают пчёл. Его устройство закрепляется снаружи. Оно испускает слабый электрический импульс, который пчёлы воспринимают как угрозу. Это заставляет их жалить прибор. «У нас здесь стеклянная панель. Когда они выпускают жало в стекло, ему не за что зацепиться. Поэтому для пчёл нет опасности». На стекле яд быстро засыхает, потом его счищают. Пчеловоды продают этот продукт по цене 80 долларов США за грамм. «Это открывает возможности для пчеловодов-любителей, которые смогут добывать пчелиный яд». Пчелиный яд используют для производства лекарственных препаратов и в косметологии. «Я с нетерпением жду завершения эксперимента. Пчелиный яд повысит ценность бальзамов для губ и лосьонов». Члены общества пчеловодов-любителей «Голд Коста» уже подумывают о покупке устройства Джеймса Уотса. В самом густонаселённом городе Африки процветает услуга «Мототакси». Это стало возможным благодаря международным инвесторам, которые обеспечили водителей «Лагоса» подходящими мотоциклами. Сервисы «Мототакси» занимают всё больше рынка в Западной Африке. Всё благодаря поддержке инвесторов. Они уверены, что могут повторить здесь успех подобных услуг в Азии. Сегодня в коммерческой столице Нигерии, городе Лагос, конкурируют четыре компании по перевозке пассажиров на мотоциклах. Старейшие из них планируют запускать такие же услуги в Гане и Кот-де-Вуаре. Мотоциклисты-одиночки работают по всей Африке уже много лет. Однако многие пассажиры недовольны качеством их услуг. А новые сервисы им нравятся. «Они более надёжные и безопасные. Думаю, что водителей сначала нужно обучать, а потом допускать к мотоциклам Гокада. Часто вижу, что на обычных мотоциклах водители уже пьяные. Их невозможно контролировать». Компании по перевозке обеспечивают надёжный транспорт, квалифицированных водителей, а также удобство, например, мобильные приложения для вызова мотоцикла. «Проблема в том, что инфраструктура не выдерживает столько машин, а на запуск поездов потребуется много времени. Так что мотоциклы будут перевозить людей ещё долго. Почему бы не излечь из этого максимальную пользу? Почему бы не обеспечить безопасные поездки? Почему бы не вести учёт водителей и не выдавать им надлежащее разрешение, вместо того, чтобы игнорировать реальность?» По некоторым оценкам, на дорогах Нигерии подрабатывает около 8 миллионов неофициальных мотоциклистов. «Мне понравилось их видение. Цель – экономить людям время, отвозить их в пункты назначения в безопасности. Я хотел стать частью этого проекта и одновременно побольше зарабатывать». Для компаний по перевозке людей на мотоциклах Африка имеет огромный потенциал. Города-континенты разрастаются с небывалой скоростью, из-за чего дороги перегружены автомобилями. Словенская технологическая компания разработала первый в мире левитирующий вращающийся диск для проигрывателя пластинок. Он парит в воздухе благодаря магнитам. Как добавить немного гламура старой доброй физики и старому доброму проигрывателю пластинок придумали в Словении. Одна технологическая компания создала вращающийся диск, который в буквальном смысле слова парит в воздухе. А возможным это стало благодаря сайту по сбору средств и сложной системе магнитов. «Мы мало знали о проигрывателях, поэтому у нас всё получилось. Вообще, по законам физики, магниты должны мешать магнитной головке. Однако мы решили рискнуть. А потом мы поняли, что для проигрывания музыки такая система, наоборот, хорошая. Она тихая, нет вибрации, поскольку внутри нет мотора». Скорость вращения регулирует специальные датчики снизу летающего диска. Для разработки первого прототипа команда собрала на Kickstarter полмиллиона долларов. «Главной проблемой была стабильность, чтобы диск не шатался влево и вправо. Для этого у нас есть ещё одна система, которая удерживает диск в центре. Это очень важно. Есть и третий механизм, который заменяет электрический мотор. Он заставляет магнитное поле циркулировать, то есть вращает диск». На случай отключения электричества в проигрыватель встроена батарея. Она запускает экстренный режим и закрепляет левитирующий диск на подпорках. Разработчики говорят, что их устройство уже заняло свою нишу на рынке. Впрочем, оно не дешёвое. Базовая модель стоит от 2800 долларов. В одном из британских музеев, посвящённых Второй мировой войне, задействовали виртуальную реальность. Теперь раритеты военных времён буквально оживают на глазах посетителей. С некоторыми можно даже взаимодействовать. Представьте, что вы перенеслись во времена Второй мировой войны и пришли на курсы телеграфистов, чтобы выучить азбуку Морзе. В музее британского графства Корнавул такое можно не просто представить, а в буквальном смысле слова – ощутить. Здесь решили задействовать виртуальную реальность, чтобы у гостей остались действительно яркие впечатления от посещения этого места. «Телеграф виртуальной реальности телепортирует пользователей во Вторую мировую войну на телеграфную станцию Порт-Керно. Сюда нанимали людей и просили их выполнять разные повседневные задачи». Используется технология смешанной реальности, то есть человек видит все предметы в комнате. А на них уже накладываются разные голограммы и звук. Предметы буквально оживают у вас на глазах. Проект пока в начальной стадии. Однако разработчики уверены, что он будет успешным и впоследствии технологию будут применять и в других музеях. «Мы создали инструмент, использующий очки HoloLens, который отображает всю среду, а затем позволяет нам помещать любую историю в это пространство. И это набор инструментов, которые можно использовать и в любом другом музее с любой другой историей». Британское правительство также выделило финансирование в размере 890 тысяч долларов на более масштабный проект. В рамках него виртуальную реальность задействуют во всех музеях графства. На сегодня у меня все. До встречи в следующих выпусках и пусть каждая новость будет хорошей.